Вести Карачаева, Черкесия 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 Достигнуты договоренности по дальнейшей реализации социальной программы «Газпром детям» на территории республики. Вопросы платежной дисциплины, актуализацию генеральной схемы газоснабжения Карачаева, Черкесия, а также мероприятия по социальной догазификации, реализуемые в регионе, обсудили руководители республики Рашид Темрезов и генеральный директор группы «Газпром» «Межрегионгаз» Сергей Густав. Стороны закрепили намерение и дальше работать в тесном контакте как в вопросах газификации населенных пунктов, так и в рамках реализации поручения президента России по социальной догазификации региона. Вчера из республики на дополнительную подготовку отправилась первая группа мобилизованных. Призванные из Карачаева, Черкесии, военнослужащие пройдут учебную подготовку на полигонах и учебных центрах по программе подготовки механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. Кроме того, ребята пройдут боевое слаживание в составе взвода в рот и батальонов. В своем телеграм-канале руководитель республики написал, далее цитата, «Уверен, наши земляки объединятся в настоящее боевое братство и будут поддерживать друг друга как сейчас, так и по возвращении домой». Хочу выразить слова искреннего уважения к каждому военнослужащему, который призван для службы в ряды российской армии. Как было ни разу в истории нашей страны, когда опасность стояла на пороге государства, наши доблестные земляки вставали на защиту Родины и несли военную службу с честью и достоинством. Как и их деды и прадеды, парни с готовностью откликнулись на призыв Родины. Вы настоящие мужчины, вы все для нас уже герои. «Отдельное спасибо вашим семьям, особенно родителям, которые воспитали достойных сыновей, мужественных и сильных духом мужчин. Карачаево-Черкесия с вами. Мы гордимся каждым. Ждем домой всех в полном здравии». Закончилась цитата главы Карачаево-Черкесия Рашида Тимрезова. Призывникам республики выделят дополнительную экипировку. Решение о снабжении мобилизованных необходимыми вещами принято руководителем Карачаево-Черкесия Рашидом Тимрезовым. Список необходимых снаряжений составлялся с учетом пожеланий военнослужащих, имеющих опыт участия в специальной военной операции. В него вошли спальные мешки, утепленную обувь, дождевики, вязаные шапки и балаклавы, теплозащитные коврики и другое. Очередной груз с комплектами дополнительной экипировки уже отправился призывникам Карача-Черкесии. Ну и напомним, что на базе отделений Народного фронта во всех регионах страны развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента России о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Подробности у члена регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Дениса Струговцова. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Мы принимаем обращение по адресу город Черкесск, проспект Ленина 34, офис 39А, WhatsApp 8 928 027 41 22, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. А также социальные сети Народного фронта в Карачаево-Черкесской республике ВКонтакте и Одноклассники. И в заключении хочу сказать, что мобилизация – это закон и требования сегодняшнего дня. Но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы. В региональном доме правительства подвели итоги летней оздоровительной кампании в республике в этом году и наметили задачи по организации отдыха и оздоровления детей уже в следующем году. Так, прошлым летом детский отдых был организован на базе 103 лагерей. Всеми формами отдыха охвачено 12 305 детей, в том числе дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся на профилактических учетах, а также из малообеспеченных и малоимущих семей, а также дети из ДНР и ЛНР. В период оздоровительного сезона в шести загородных лагерях отдохнуло 2788 детей, в 96 лагерях с дневным пребыванием 6 185 ребят, а в палаточном – 240. Кроме этого, малозатратными формами отдыха было охвачено 2940 детей. Вместе с тем, в период с 28 мая по 30 августа 163 ребенка из Корчаева-Чекесия отдохнули в Артеке и Орленке. Путевки в эти престижные центры выделяются в качестве поощрения за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. В Корчаево-Чекесии находится сирийская делегация, которая прибыла с дружественным визитом. Представители Черкесской благотворительной ассоциации посетили региональное министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати и обсудили с руководителем ведомства Альбертом Кумуковым вопросы взаимодействия и сотрудничества. Черкесская благотворительная ассоциация представляет интересы черкесского народа в Сирии, но в нее также входят и представители народов Дагестана, Чечни, Абхазии, Корчаев-Чекесии и Кабардино-Балкарии. Эти народы стали неотъемлемой частью сирийского общества и внесли значительный вклад в экономическую и социальную жизнь страны. С момента своего основания ассоциации удалось реализовать многочисленные разнообразные мероприятия во всех уголках страны в социальной, культурной, художной и спортивной сферах. Российская Академия народного хозяйства и гражданской службы представила оперативный рейтинг результативности руководителей цифровой трансформации, расчет баллов по регионам, в котором производится по пяти показателям, цифровая зрелость по пяти отраслям, платформа обратной связи, меры поддержки IT-отрасли, информационная безопасность и перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. Корочаев-Чекесия, набрав 14 баллов, продемонстрировала заметную положительную динамику по количеству обученных государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций по программам цифровой трансформации. При целевом показателе в 40 человек к обучению приступило 86 зачисленных на разные по уровню сложности и спецификации программы от цифрового государственного управления до управления IT-проектами. 15 октября на площади Ленина перед домом правительства состоится традиционная республиканская осенняя ярмарка и ярмарка меда, посвященная столетию образования Корочаева-Черкесии. Сельскохозяйственную продукцию, продукцию мясопереработки, огромный ассортимент молочной продукции, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь, изделия мастеров народного творчества и многое другое можно будет приобрести по ценам ниже рыночной. Ярмарка будет работать с 8 утра до 16 часов. Свои товары представят более 100 производителей республики и соседних регионов. Запланированы и культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов республики. В 2023 году в Корочаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, рассказывает советник министра по делам молодежи Корочаево-Черкесии Расим Попшов. Министерство по делам молодежи рады сообщить вам о том, что мы наконец-то открыли молодежный проектный офис. На данном этапе мы сейчас разрабатываем образовательную программу для всех участников, как по бизнес-проектированию, так и по социальному проектированию. В середине октября месяца мы откроем регистрацию для всех желающих и с нетерпением ждем всех. С 10 по 14 октября на базе центра «Мой бизнес» Черкеска пройдет школа предпринимательства. Мероприятие представляет из себя обучение по таким программам, как анализ бизнеса, управление предприятием, управление человеческими ресурсами, маркетинг, а также управление товарно-материальными запасами, калькуляция себестоимости, финансовое планирование и бухгалтерский учет. Сотрудники госавтоинспекции Карачао-Черкесии по-прежнему призывают участников дорожного движения к бдительности во время сезонного перегона домашнего скота. Информацию комментирует инспектор отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД Зеленчукский Роман Хубив. С сегодняшнего дня по конец ноября 2022 года на территории Зеленчукского, Урубского, Малокарачаевского, Карачаевского муниципальных районов будет производиться перегон крупнорогатого сельского домашнего скота. В связи с чем госавтоинспекция по Карачаево-Черкесской республике информирует водителей о том, чтобы они были внимательны, соблюдали ПДД, обращали внимание на знаки, предупреждающие о вольном выпасе, а также перегоне скота через федеральные автодороги. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности у министра образования и науки региона Инны Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю. То есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхоза птицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Рассказывает государственный инспектор управления Залина Гайтова. В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны. Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхоз птицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода. Помещение для птицы необходимо регулярно очищать. Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы. Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом пизотической ситуации населенного пункта и района. По требованию ветеринарных специалистов владельцы обязаны сообщать количество птиц каждого вида, которое имеется на подворье. Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе Меркурия, которые будут гарантировать их безопасность. На аллее Добра, Парка культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска появилась Серебряная аллея, символ старшего поколения Карачао-Черкесии. К Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября и в честь столетия республики, будет высажено 50 кустарников боярышника. Организатор мероприятия – фонд «Доброгорец», серебряные волонтеры которого будут ухаживать за этими зелеными насаждениями. В торжественной закладке аллеи примут участие представители Министерства труда и социального развития республики, регионального отделения Народного фронта, автономной некоммерческой организации «Биосфера» и другие. Международное объединение «Алашара» приступило к съемкам фильма «Традиционная абазинская свадьба». По задумке авторов он должен отразить все традиционные обряды, которыми насыщена абазинская свадьба. Фильм будет документальным и представляет собой реконструкцию традиционной абазинской свадьбы. Но будут присутствовать и художественные вкрапления, которые должны сделать его более красивым и интересным. Съемки ведет студия, которую представляют Азамат и Артур Нашевы, знакомые многим по фильму «Абазинские ножи», выигравшего в прошлом году второй приз Всероссийского конкурса национальных видеороликов «Мы» среди профессионалов в номинации «Документальные ролики» и ставшего также победителем народного голосования в этой же номинации. Ну и последняя информация. В Международном детском центре «Артек» стартовала программа Всероссийского форума «Территория успеха». В форуме лидеров ученического самоуправления принимают участие тысячи школьников со всей России. Это члены Совета обучающихся и активисты, планирующие развивать ученическое самоуправление. С первых дней смены участники форума проходят дополнительную общеразвивающую программу по трем направлениям. Модуль лидерских компетенций «Ментальная уверенность», модуль культуры взаимодействия «Сила сообщества» и модуль советов обучающихся «Выбирай свое». Для школьников запланированы мастер-классы, креативные сессии, мотивационные встречи, общение с экспертами и наставниками. Карачаево-Черкесию представляют Елизавета Величко, Елизавета Анисина и Тимур Жиров. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Северо-Восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 26. На этом информационный выпуск с Ритой Неровой завершен. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!